Всем привет! Очень рад наконец-то в оффлайне всех увидеть, то есть после года, наверное, полутора онлайна, когда ты просто говоришь «черный ящик», не понимаешь, на тебя смотрят люди, вообще тебя слушают, не слушают. В общем, круто, что собрались в оффлайне. Так, давайте сначала расскажу немножко пару слов про себя. Я работаю в компании «Бундюсофт». Уже пять лет я являюсь техническим директором, отвечаю прежде всего за культуру, техническую культуру в компании и также участвую в наших проектах, в проектах аутсорс-разработки в качестве IT-архитектора. Буду рассказывать про наш опыт. Наверное, стоит сказать, для кого мы это все делаем. Для таких, наверное, немаленьких компаний, как Leroy Merlend, 585 Zolota, Ozone.ru и других. Так вот, вообще, о чем сегодня хочется поговорить? Если мы выбрали микросервисную архитектуру, то прежде всего мы выбрали стратегию, да, давайте ее придерживаться. То есть мы должны, нам стоит проектировать архитектуру чисто, то есть не без оглядки на количество микросервисов, да, не боясь этого количества микросервисов. Это вот первая важная цель, первый важный поинт. И с другой стороны, мы можем вообще не бояться количества микросервисов, мы их можем клепать налево и направо, как попало, копипастом и так далее. Понятно, что наша система очень быстро при таком подходе превратится в какую-то тыкву. То есть она будет немасштабируемой, ее невозможно будет поддерживать, как-то улучшать и так далее. То есть вторая цель – это не накапливать тех долг, ой, извините, не накапливать тех долг, когда у нас система растет, развивается, и микросервисов становится все больше и больше. Ну вот здесь сразу случай из жизни, да, то есть на одном из созвонов по проектированию архитектуры будущих систем была такая фраза, что вы что, шутите? Для такой мелкой штуки целый микросервис. Так вот, хочется своим докладом сегодня развеять вот эти вот страхи, во-первых, а во-вторых, дать вам некий чек-лист, да, то есть я буду говорить о семи факторах, которые позволят убрать страх и проектировать чисто. Для того, чтобы понять, как снизить расходы на добавление микросервиса, давайте попробуем разобраться вообще, в чем эти расходы состоят, из чего эта стоимость складывается, то есть или какие есть издержки. Условно я разделил издержки на растущие, то есть это, наверное, самые критичные. То есть когда мы добавляем третий микросервис, у нас издержка одна, добавляем четвертый, пятый, издержка все растет, растет и растет. То есть на мой взгляд, на наш взгляд, нашей компании, такая издержка главная, она связана с увеличивающейся сложностью. То есть сложность, она есть сразу на всех этапах, и при проектировании нового микросервиса, вообще какой-то новой фичи, и при ее разработке, и при тестировании, и при эксплуатации. То есть на каждом этом этапе, если у вас система 10, 20, 40, 50 микросервисов, сложность обычно растет. Попробуем как раз поработать с этой сложностью. Следующая издержка, такая тоже динамичная, которая может, к сожалению, расти, это отказы систем. То есть у нас больше точек деплоя, больше точек отказа, и, естественно, повышается шанс, что этот отказ произойдет рано или поздно. Ну и плюс, если у нас много ручных действий на каждый микросервис, а мы помним, что у каждого микросервиса может быть своя база данных, своя очередь в Message Queue, куча-куча всего, то есть алертинг, мониторинг, про это все поговорим. То есть на каждом этапе есть шанс человеческой ошибки, шанс того, что кто-то ручное действие сделать неправильно, либо забудет и так далее. То есть чем больше точек деплоя, тем больше, соответственно, риск человеческого фактора. Это, наверное, основные издержки, про которые поговорим. Но есть еще и постоянные издержки, относительно постоянные. То есть под постоянными издержками я понимаю те временные затраты, затраты разработчиков, ОА и других, которые нужно постоянно делать при каждом новом микросервисе. То есть вы хотите добавить еще один, вы, возможно, делаете какие-то одни и те же действия. Один и тот же код, одну и ту же инфраструктуру, одни и те же настройки. На самом деле, да, почему относительно постоянные, то есть с ростом количества микросервисов, скорее всего, и эта издержка будет расти. Ну и плюс еще одна относительно постоянная издержка – это технический долг. Если им не заниматься в процессе проектирования, в процессе разработки каждого микросервиса, то рано или поздно придется его отдавать. И хорошо, если это какое-то займет постоянное время. Ну, к примеру, 2-3 итерации мы активно фигачим фичи, добавляем, и потом тратим половину итерации или целую итерацию на рефакторинг, на технический долг. Это может быть оптимизация по скорости, работа над стабильностью, это может быть рефакторинг как самого кода, так и инфраструктуры и архитектуры. Как же с этим всем бороться? Мы, можно сказать, агрегировали разные подходы разных компаний, разных проектов, на которых мы работаем. И я, наверное, вот эти много-много практик, которые мы сложили в рамках разных команд, попробовал упорядочить вот в такие 7 факторов. И про каждый из этих факторов мы сегодня поговорим. Первый фактор – это шаблоны репозиториев. Тут такая глобальная цель будет у каждого фактора. Это такой идеальный мир, да, то есть в идеале все разработчики хотят, должны это эффективно разрабатывать только бизнес-логику. То есть не надо тратить время на какие-то нефункциональные требования, логирование, там, не знаю, общение с мониторингом, какие-то еще действия, которые не относятся напрямую к бизнесу. Мы стараемся закрыть этот фактор шаблонами, ну, стараемся закрыть эту цель шаблонами репозиториев. Что мы обычно включаем в шаблон? Так, наверное, на секунду остановлюсь, чуть расскажу вообще шаблон репозиториев. Что он из себя представляет? То есть мы и сами раньше так делали, признаюсь, и в других компаниях часто видим, что делает разработчик DevOps, когда нужно добавить плюс один микросервис. Он берет старый, копипастит, создает новый, да, все лишнее убирает, всего того, чего не хватало, добавляет. Естественно, при таком подходе можно кучу раз ошибиться. Что-то лишнее убрать или что-то забыть, добавить. Так вот, шаблоны репозиториев призваны убрать вот этот начальный копипаст при создании нового микросервиса. Ну, оно же создание репозитория. То есть мы именуем репозиторий и выбираем из шаблона. Шаблон сразу к нам уже добавляет какие-то NPM или NUGET, в зависимости от платформы, пакеты для логирования, трассировки и так далее. То есть все, что вам нужно. Это могут быть разные шаблоны. Отдельно для API-сервиса, отдельно для крон-джобы и так далее. Сервис с базой данных, без базы данных и так далее. Мы обычно примерно вот этот список включаем в наш шаблон. В итоге шаблоны репозиториев, на наш взгляд, снижают такие издержки, как издержки на инфраструктурный код и настройку. То есть у нас сразу же в новом репозитории, в новом сервисе все это есть. Нам не нужно вручную это либо копипастить, либо самим это делать. Ну и, естественно, снижаются также человеческие ошибки. То есть убирается вот этот ручной труд. В этом году наши шаблоны и другие какие-то готовые кубики, инфраструктуру мы начали выкладывать в open source. То есть есть для разных абсолютно, ну, для того стэка, который мы поддерживаем в компании, в open source выложены шаблоны, которые включают все, что было на предыдущем слайде. Можно посмотреть. Также мы выкладываем и другие кубики, которые частично затрагивают и другие. Следующие факторы можно будет глянуть. Окей, это что касается шаблонов репозитория. Давайте пойдем дальше. Второй фактор – это визуализация архитектуры. То есть тут тоже абсолютно по-разному. Мы приходим на проект, сталкиваемся с тем, что либо архитектуры нет вообще, либо она, наоборот, суперподробная. То есть есть интерпрайз, архитектура с кучей систем. Давайте возьмем, допустим, 10 систем. В каждой системе по 20 микросервисов, в каждой микросервисе по несколько эндпоинтов. И для меня было удивительно, пытаются все это разместить на одной архитектуре. То есть огромное количество связей, каждый эндпоинт, каждый рест-вызов, каждая очередь в MessageMQ, она вся на какой-то одной огромной схеме. Естественно, эта схема, она нечитаема. И, естественно, эта схема, она становится неактуальной практически сразу же. Пока мы ее готовим, она уже устаревает. Когда мы ее актуализируем, а это быстро не сделать, она тоже тут же устареет. Так вот, то есть мы сталкиваемся с разным вообще, когда приходим на проекты. Что мы хотим? Мы хотим, чтобы, как сказать, да, не накапливать тех долг и проектировать лучшие решения. Нам нужно разбить архитектуру на несколько уровней. То есть должен быть какой-то верхний уровень, да, потом чуть подробнее, подробнее, подробнее. Уже без детализации. То есть если мы смотрим архитектуру конкретного solution решения, либо конкретной системы, нам не важно уже знать всю в целом enterprise периметр нашей компании. Так вот, то есть мы есть абсолютно разные, ну не совсем разные, есть просто, да, разные модели, которые позволяют разделить архитектуру на уровни C4 модель, либо 4 плюс 1 модель. Также есть разные enterprise фреймворки. Тут мы говорим о том, что команда или даже набор команд, которые работают в одном домене или в одном предприятии, должны договориться и придерживаться какой-то одной модели архитектуры. То есть не стоит смешивать, допустим, enterprise и технический уровень и так далее, ну в зависимости от той модели, которую вы выберете. Таким образом мы воздействуем на растущую сложность, то есть мы либо верхнеуровнево смотрим такое bird view по нашей системе и примерно понимаем, как она работает, и понимаем, что нам нужно разобраться конкретно вот в этой системе или в этом микросервисе, и можем перейти на другой уровень архитектуры и посмотреть актуальную версию того, как работает вот наша конкретная там нужная деталь. Да, факторы я постарался разбить по, ну как сказать, то есть первый фактор самый важный, потом менее важный. Но сразу оговорюсь, это очень сложно, то есть для каких-то проектов седьмой фактор будет самым важным, для каких-то проектов пятый. Ну очень условно, субъективно это так. Давайте пойдем дальше после архитектуры. Третий фактор я назвал автообнаружением. Что это такое? Вообще цель у нас следующая, чтобы не было ручных действий при добавлении микросервиса. Конкретно этот фактор отвечает на вопрос, как вся система, вся инфраструктура подхватит наш новый микросервис. То есть, не знаю, на моей практике было как? Ты программируешь микросервис, ты его пишешь, потом идешь к DevOps, говоришь, надо теперь его билдить, там прогонять тесты, деплоить. Идешь к DBA, говоришь, ему нужна база данных. Потом говоришь, а еще не забудь его бэкапить. А потом говоришь эксплуатации, что вообще-то его нужно мониторить и алертить. Так вот, никаких ручных действий быть не должно. То есть, новый микросервис должен сам автоматически подхватиться, и каждая система знала, как его мониторить, как его собирать, что с ним сделать и так далее. Как мы это делаем? То есть, есть некий шаблон по именованию репозитория. Например, system name, project name, service name и, возможно, service type. То есть, в service type мы указываем API, значит, это какой-то RESTful сервис. Либо мы говорим, что это крон-джоба, соответственно, нужно его мониторить, алертить, деплоить, как крон-джобу. То же самое иногда делают с помощью тегов. То есть, создают репозиторий и тегами в нем накликивают, что это такое. И, соответственно, по этим тегам, либо по имени уже выдаются права на репозитории, как командам, так и системам. То есть, CICD подхватывает, знает, как его билдить, куда его деплоить. То есть, после первого билда и деплоя все другие системы, как Kubernetes и так далее, узнают про него и будут правильно его хостить. Соответственно, мониторинг и алертинг базовый тоже сразу подхватятся. То есть, сразу должно появиться мониторинг CPU, то есть каких-то физических показателей. Если мы для разных тегов мониторим разные, то, соответственно, это тоже подхватится. Естественно, это снижает затраты на человеческие ошибки. Не нужно уже ходить в 10 мест, просить, чтобы что-то сделали, либо делать это самому. Ну и нет никакого-то инфраструктурного кода в каждом новом микросервисе, да, еще раз оговорюсь. То есть, это заранее в инфраструктуру заложено, и она постоянно вот это авто-дискавери проводит, да, как радар и находит новые сервисы. Да, это все по третьему фактору. Дальше, на мой взгляд, связанный фактор – это то, как мы вообще работаем с кодом после того, как мы его разработали. CICD pipeline. Цель этого фактора в том же, опять же, уже на следующем этапе, также не было никаких ручных действий для всего того, что можно автоматизировать. Что мы сюда включаем? Понятно, да, то есть build, test, deploy, но это далеко не все, что должно быть включено в pipeline, на наш взгляд. То есть, все, что можно проверить автоматически, какое-то качество кода, покрытие кода тестами, уязвимости, должно быть автоматизировано. То есть, также прогон интеграционных, возможно, нагрузочных, если это актуально, тестов. То есть, ваш pull request, который вы создаете, он автоматом попадает в pipeline, и если, допустим, сонар куб на сонаре не пройдет проверка, допустим, по коду с мэлсом, то этот pull request даже никому на ревью не попадет. Ну, то есть, что толку тратить человеческие ресурсы на код ревью, если мы автоматикой определили, что тут качество кода низкое. То есть, только после вот этих вот всех автоматических проверок на код style и так далее, pull request доступен для человеческого ревью. То есть, таким образом, да, мы экономим людское время и освобождаем людей от лишней работы. То есть, таким образом, если мы автоматом проверяем качество, естественно, у нас сложность, она не так сильно растет, да. То есть, технический долг – это как раз какие-то проблемы в качестве. То есть, те же коды с мэлс, то же покрытие кода тестами. То есть, здесь мы с этими автоматическими проверками, трэш-холдами отсекаем некачественный код и таким образом пытаемся бороться с сложностью. Ну и плюс, да, то есть, также уходят и человеческие ошибки, и какой-то инфраструктурный код, которым мы могли это внутри сервиса делать, вместо того, чтобы делать на пайплайне. А говорить, что вот этот пайплайн, он, как я и сказал, общий, то есть, не должно быть такого, что в каждом микросерриице вы делаете какой-то уникальный пайплайн. То есть, максимум разные пайплайны на 3-4-5 типов репозиториев. Так, это что касается пайплайна. Давайте пойдем дальше. Пятый фактор – это окружение по требованию. В чем здесь суть? Если у нас количество микросервисов уже приближается к нескольким десяткам, перевалило за… приближается к сотне, точнее, перевалило, сложно становится их разрабатывать. То есть, нужно вообще разобраться, как разработчику отладить очередной микросервис, как КОА протестировать микросервис, как не помешать другому КОА и так далее. То есть, обычно, наверное, у всех есть тестовое окружение, продакшн окружение, иногда выделяют еще стейдж или пре-продакшн окружение. Но вот в такой системе с большой командой, с большим количеством сервисов этих окружений уже недостаточно. Я разрабатываю фичу, хочу передать ее фронтендеру. Как фронтендер с ней проинтегрироваться? Займет тест. А тест уже занят другим девелопером, он там отлаживает. А еще в очереди два КОА, которые хотят развернуть там какую-то свои ветки, чтобы проверить. Так вот, цель, чтобы вот этих окружений у нас было неограниченное количество. То есть, сколько нам необходимо, сколько необходимо для команды или для каких-то автоматических проверок, допустим, нагрузочное тестирование, N2N-тестирование, чтобы все они у нас легко поднимались. Мы в этот фактор включаем, ну, во-первых, для каждой ветки автоматом создается такое окружение, которое повторяет тестовое, то есть с базами данных и так далее. Иногда на некоторых проектах поднимается не полноценное окружение, а только часть, то есть только нужные точки деплоя, а, к примеру, база данных используется общая на тест окружений. В таком случае это настраивается, то есть мы при нажатии на кнопку, по которой мы хотим развернуть новое окружение, мы указываем, что нам нужен вот этот набор сервисов, вот этот набор, к примеру, шин и данных, и все. Ну и обязательно, на наш взгляд, практика – это автоматическая ошибка, автоматическая очистка. То есть если такие окружения оплодить, тем более если они автоматом вообще создаются для новой ветки, то рано или поздно любые ресурсы закончатся. То есть в команде мы договариваемся, либо по какому-то тайм-ауту окружение чистится, либо на выходных все чистится, либо что оно не используется в течение какого-то времени. То есть на разных проектах по-разному у нас сделано. На что этот фактор влияет? Точно так же. То есть у нас становится проще разрабатывать, отлаживать большое количество сервисов, их проверять, тестировать. То есть нет какой-то гонки за окружением, какой-то конкуренции. Ну и это снижает человеческие ошибки. Если вам не нужно на локальной машине условно 10 докеров поднимать, то, наверное, это удобнее, наверное, будет быстрее разработка, наверное, у вас будет меньше багов. Окей. Шестой фактор. Смотрите, до этого мы рассматривали такие, наверное, больше инфраструктурные и технические факторы, но не стоит забывать вообще про то, как мы создаем программное обеспечение. То есть все мы люди, все мы работаем в командах, все мы принимаем решения, как-то коммуницируем между собой и так далее. Как раз шестой фактор, суть его в том, чтобы стандартизировать и как-то привести в единообразие процесс нашей разработки, нашего тестирования, нашей поддержки, то есть вообще любых решений, любых действий. Иначе, если мы сервисы будем в разнобой называть, в разнобой как-то подходить к именованию endpoints, таблиц в баз данных и так далее, будет очень сложно, во-первых, переключаться между разработкой таких сервисов, во-вторых, очень сложно анбордить новых людей. Ну и плюс, если мы в части сервисов, допустим, используем какой-то один паттер, ну, к примеру, retry при ошибках, а в другой части сервисов используем circuit breaker, то тоже будет непонятно, будет сложно и начнется какой-то зоопарк. Как раз шестой фактор про это, то есть перед началом проекта, обычно в рамках нулевой итерации или еще как-то, мы садимся командой, там, зовем архитектора, зовем project-менеджера и договариваемся, что мы выбираем вот такую, к примеру, методологию разработки, да, то есть если это привычный git flow или git cap flow, то, как правило, у нас вся работа ведется в рамках этой методологии, то есть не только работа с кодом, работа программистов, но и работа аналитиков в рамках тех же pull requests, работа тестировщика и так далее, да, то есть наш, как я уже говорил, pipeline полностью зависит на git cap flow или на git flow, то есть выбранная методология, она нитью проходит через все этапы жизни разработки. Далее, процессы мы описываем, ну, то есть хотя бы кратко, то есть как вообще добавить микросервис, что при этом нужно сделать, кого оповестить, какие мы используем паттерны, какие используем гайдлайны, допустим, для именования эндпоинтов и так далее. То есть главная задача – не уйти в разнобой. Это также, прежде всего, влияет, на наш взгляд, на растущую сложность, да, то есть у нас все единообразно, и мы примерно понимаем, как что работает даже в новом сервисе, который мы до этого ни разу не видели. Снижает человеческие ошибки, то есть мы знаем, как нужно проектировать, паттерны использовать, как мы подходим к обработке ошибок и так далее. Ну и это также немножко задевает оптимизацию, то есть нам при каком-то разборе инцидентов, ускорении сервисов не приходится городить, смотреть, что здесь один паттерн, тут другой, изменять, городить кэши и так далее. У нас сразу все стандартизовано и описано. Вот, это что касается процессов. И, наконец, седьмой фактор – это observability или наблюдаемость. Тут, наверное, стандартно мы должны видеть состояние системы, получать активные алерты. И вот с чем мы не сталкиваемся, как правило, это с проактивными алертами. То есть это алерты, которые не говорят, когда уже все плохо, а которые заранее говорят, что, скорее всего, скоро будет плохо. Сейчас чуть объясню это. Вообще, вот, помимо стандартных технических метрик, которые, надеюсь, все отслеживают, в этот фактор мы включаем визуализацию и алерты по бизнес-метрикам. То есть система может работать, а конверсия у нас упала, никто об этом не знает. То есть, наверное, это еще более критический алерт, нужно разбираться, что сделать. Обязательно мы помогаем заказчикам выставить СЛО и обязательно мы его отслеживаем. То есть мы его визуализируем, в любой момент времени мы должны понять, мы выдерживаем СЛО на текущий момент, либо уже не выдерживаем, да? Иначе зачем мы его выставляем? И вот пример проактивных алертов – это алерт о быстром сгорании бюджета ошибок. То есть если у нас СЛО, к примеру, 99,9, это значит, что 1,1% мы можем себе позволить вообще упасть, либо отработать дольше положенного. Так вот, если мы меряем, допустим, результаты СЛО по месяцу, и мы видим, что за первую неделю месяца мы от этой 1,1% уже сожрали половину, то, наверное, в месяц мы не уложимся. Так вот, это и есть быстрое сгорание бюджета ошибок, о котором наша система нам должна алертить. И еще один важный момент, тоже на нем отдельно остановлюсь, это отслеживание частоты использования сценариев. То есть, как правило, все мы знаем, какой RPS на том или ином endpoint, но мы не всегда знаем, какой RPS на том или ином endpoint с учетом каких-то входных параметров. То есть, условно, наш endpoint постоянно используется с входным параметром true, а с входным параметром false уже перестал использоваться. Ну, по бизнесу этот сценарий отмер, а мы о нем не знаем. Мы тратим время на поддержку этого кода, на рефакторинг этого кода, еще, не дай бог, там высокие требования по нагрузке, и мы еще и постоянно отлаживаем эту ветку кода, которая на самом деле не используется. Также, к примеру, с флагом false у нас endpoint может использоваться, но гораздо реже. То есть, у нас нагруженный endpoint, и мы должны сотни RPS выдерживать, и мы стараемся выдерживать для любых комбинаций входных параметров. Но на самом деле львиная часть запросов на endpoint приходит с флагом true, с высокой нагрузкой, а с флагом false там вообще нагрузки нет, и мы можем условно сэкономить на рефакторинге, на оптимизации этих сценариев и вообще выставить разное SLO для разных сценариев в рамках одного endpoint. Так вот, немного вернусь. То есть, вот это тоже очень советую визуализировать. То есть, какие сценарии как часто у нас используются. Все это влияет на, ну вот как раз, наверное, мой пример про техдолки и оптимизацию. Плюс, если мы не выдерживаем SLO или мы проседаем по оптимизации, мы это увидим заранее на стейдж окружении, при нагрузочных тестах, и максимально убережем продакшн от этого. Ну и плюс, когда мы видим наше состояние системы, как, что, куда ходит, где, какие сценарии используются, это тоже нам позволяет бороться с растущей сложностью. Так вот, если применять все описанные 7 факторов, на наш взгляд, то есть вообще во всем цикле разработки микросервиса, то есть давайте еще раз быстренько, мы создаем микросервис через шаблон репозитория и сразу его добавляем на архитектуру, тем самым сразу же из репозитория у нас микросервис подхватывается во все наши инфраструктурные системы через автообнаружение, у нас появляется настроенный пайплайн, который готов его билдить, на этапе тестирования у нас будут окружения по требованию, и на этапе также тестирования и потом поддержки в продакшене у нас будет обсервабилити, ну практически из коробки. Ну и плюс, у нас есть описанные процессы, как его разрабатывать, допустим, крон-джобу мы разрабатываем вот так, с базой работаем так, и как его тестировать. Так в итоге, сколько же стоит добавить микросервис? Ну то есть по таким примерным подсчетам, да, то есть чтобы добавить микросервис, у нас в командах обычно два основных действия. Это его отрисовать на архитектуре и обсудить с командой, ну то есть представить, что вот здесь у нас теперь новый блок, он будет работать, делать то-то, то-то. Ну в зависимости от размера команды это можно сделать и за час. и создать репозиторий, то есть задать имя по шаблону, либо набрать нужные теги и выбрать шаблон. Все, по сути за 1 час 5 минут у нас появится новый микросервис, готовый к выкатке в прод. Ну естественно в нем еще не будет какой-то бизнес-фичи, то есть нужно будет дальше просто его разрабатывать, не тратя время, не тратя ресурсы на какие-то издержки. В итоге мы получаем стабильную скорость, независимо от количества микросервисов. Тут, наверное, известный график, да, он и про техдолг, и про хорошую архитектуру, если я не ошибаюсь, график фаулера, да. То есть на каких-то этапах предложенный подход будет проигрывать из-за своей, ну да, там тоже какой-то инфраструктурной сложности подходу без этих 7 факторов. Но если вы строите не MVP, если вы строите какую-то систему, которая будет достаточно долго развиваться, то с учетом 7 факторов вы достигнете стабильной скорости, которая достаточно быстро обгонит подход без данных факторов. Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы. Руслан Сафин, спасибо тебе огромное. Я вижу уже две руки сходу, надеюсь, на онлайн на этом докладе. Давайте принесем микрофон в центр, одна, вторая, и потом я вижу за колонной еще рука, да, мы туда пойдем. У кого есть микрофон, начинайте говорить. Привет, спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Смотри, мы все убедились, что это дешево очень, вводить новые микросервисы в эксплуатацию, но как обстоит дело с тем, чтобы обновлять уже существующие микросервисы, скажем, какое там изменение в пайплайнах, новая версия OpenAP, и это все нужно поддерживать в старых? Как это происходит? Отличный вопрос. Смотри, то есть тут два я услышал. Первое, если мы хотим обновить микросервис, то есть, к примеру, вышел наш новый, допустим, пакет логирования, и мы хотим обновить. То есть в первых версиях шаблона у нас прям был какой-то инфраструктурный код, а шаблон это что такое? Мы создали сервис из шаблона, и все, мы не сможем потом шаблон нарастить. То есть текущие шаблоны у нас максимально легкие, они просто подключают разные кубики. То есть мы хотим обновить логирование, и мы обновляем версию логирования в шаблоне 1.0.5 и по всем сервисам. Естественно, там автоматически, не вручную. Теперь вопрос про пайплайн. То есть если мы просто хотим обновить микросервис в продакшене, то есть тут каких-то обновлений пайплайна, наверное, не потребуется. То есть мы просто добавляем фичу и обновляем. А если мы хотим вообще сам наш пайплайн нарастить, либо инфраструктуру нарастить, ну тут тоже каких-то проблем не вижу. То есть, к примеру, в пайплайн, ну я не знаю, мы добавили еще одну проверку статического анализа Sonor. Ну просто все микросервисы при следующем билде, они будут проходить плюс одну проверку. Ну там, может я вопрос не понял. Да, в принципе, и у меня еще второй вопрос есть про управление зависимостью. Отвечая на первый вопрос, обновили версию логирования, но, скажем, бывают там на проектах проблемы, что используются разные там коннекторы для баз данных, липки для работы с кэшами, вы это тоже как-то рулите на уровне инфраструктуры? Или каждая команда выбирает свое? Ну то есть, если у нас сервисы зависят от версии пакета, то есть для них это критично, то, естественно, вот эта тулза, которая по всем сервисам пройдет, она будет это учитывать. То есть это, естественно, от проектов и от самих сервисов зависит. Мы на это натыкались, то есть у нас был какой-то список исключений. Допустим, там пакет для Postgres мы не обновляем, только вручную, везде. Потому что там breaking changes. Ну и, естественно, вот эта тулза, она учитывает стратегию. То есть если там обновилась минорная версия, то, наверное, можно ее раскатывать. А если мажорная, там есть, ну, наверняка есть breaking changes, то только вручную. Просто вот пакет для Postgres, там версионность была нарушена, видимо, там в минорном обновлении были breaking changes. Поэтому мы словили такую проблему. Понятно, спасибо. Супер. Сейчас вот у нас две руки по центру и дальше множество рук вот в той стороне. Привет. Спасибо за доклад. На самом деле первый вопрос у меня забрали. Но это такой важный, я думаю, вопрос для всех, кто начинает рано или поздно много сервисов разворачивать, как поддерживать. И второй вопрос – это про автоподхватывание. То есть у вас есть какой-то шаблонизированный набор, допустим, конфигов кубернетуса, и достаточно указать разработчику в сервисе подходящий тип, он подхватится. Или же все-таки команды и разработчики так или иначе разбираются с ним и пишут дипломент, например, конфиги у себя внутри сервиса, которые потом подхватываются. Так, первый вопрос про поддержку, да? Нет, ну, на него уже ответили, поэтому… А, окей. Про типы. Ну, то есть, да, есть заранее подготовленные там и пайплайны, и какие-то конфиги в зависимости от типа сервисов, да? То есть там консюмеры по одному диплоятся, какие-то миграторы, которые накатывают миграции на базу данных по-другому, REST-сервисы по-третьему. Так, а почему-то… Ну, свой собственный вопрос – пишут ли сами разработчики сервисов дипломент, конфиги или просто… Вот, да. В каждом репозитории есть просто… Ну, во-первых, да, либо по имени, либо по тегам мы понимаем, что это за тип, плюс в каждом репозитории есть какой-то… ну, сейчас боюсь наврать, но по-моему там докер образ и плюс какой-то кастомный Jenkins файл. То есть если нам нужно прям супер кастомно что-то сделать, мы не вообще весь пайплайн переопределяем, а мы просто вставляем вот там две-три строчки кастомный специально для этого сервиса. И этот Jenkins файл, он вставляется в нужное место большого Jenkins файла. Спасибо. Супер, следующий вопрос. Онлайн, вы если не решаетесь, вот как это сказать, выйти в эфир, вы напишите в чатике. Я надеюсь, что все у нас сработает, я смогу задать вопрос хотя бы так. Очень хочется увидеть, что мы все вместе. Да, у меня тоже два вопроса. Здравствуйте, большое спасибо за доклад. Первый вопрос. Насколько большой зоопарк стеков и языков можно поддерживать при таком шаблонизированном виде? Насколько можно сложно сказать, могу только из своего опыта сказать. То есть, как правило, в рамках проекта у нас максимум два стека. К примеру, там Node.js и Go. Что еще бывает? Ну, то есть либо один стек, либо два стека. То есть два стека нормально тянет, больше мы не пробовали. Окей. И второй вопрос про тулинг. То есть я понял уже, что Jenkins. А что еще? Так, ну тут тоже немножко варьируется от проектов, поэтому каких-то конкретных я не давал, там ни ссылок, ни так далее. Ну, то есть это Kubernetes у нас, Jenkins, как правило. Ну, Jenkins, да, не на всех проектах. То есть где-то и другие CICD-инструменты. Плюс у нас есть много собственных инфраструктурных кубиков, которые мы постепенно выкладываем в open source. Еще не все, но, надеюсь, к концу года мы их подготовим все и выложим в open source. Вот. Ну, то есть, как правило, это какие-то открытые инструменты. Ну, то есть либо сторонний open source, либо наш open source. То есть каких-то платных, там супердорогих, ну, просто платных инструментов, я так на скидку не вспомню. Вроде нет. Ясно. Спасибо. Единственное, гитхаб платный. Enterprise GitHub. Вот там где-то еще за колонной, я видел, со второго, кажется, ряда поднимали, человек пересел уже. Привет. Меня зовут Алексей Кукин, компания Национальной системы платежных карт. Я с вами. К вами с болью инфраструктурщика. Будет такой вопрос. Понятно, что, скорее всего, некоторые модели мониторинга вы задаете с помощью тегов. Соответственно, у вас есть некоторый набор шаблонов с некоторым набором тегов. Их много. Вопрос в автоматизации, видимо, выбора из множества шаблонов нужный. Тогда у вас получается очень много шаблонов на все случаи жизни. Еще такой вопрос сразу, что в каждом шаблоне, скорее всего, для каждого сервиса прописаны некоторые лимиты ресурсов. Ну, когда мы деплоим в Кубер, соответственно, там есть некоторый запрос ресурсов под это дело. А как вы определяете необходимость этих ресурсов? То есть я понимаю, что разработчикам проще иногда заказать больше ресурсов. И как это потом отслеживается? То есть они заказали слишком много ресурсов, чтобы не просесть по производительности? Так, первый вопрос про количество шаблонов. То есть тоже хороший вопрос. То есть их может быть вообще огромное количество. шаблон с Postgres и Rabbit только с Postgres и так далее. То есть сейчас последняя версия шаблонов, насколько я знаю, там есть патчи. То есть какой-то базовый шаблон. И если нам нужен, допустим, Postgres либо Mongo, мы просто патчем ставим в этот шаблон еще и нужную базу, и из него уже стартуем репозиторию. Сначала мы как раз шли, да, вот по такому пересечению действительно получилось много шаблонов. Сейчас, по-моему, есть только вот базовые шаблоны плюс патчи. То есть, к примеру, если взять Node.js тег, Node.js шаблон, TypeScript шаблон и для Nest.js, по-моему, фреймворк у нас появился шаблон. Вот. Они включают, ну, там, наверное, логирование везде нужно, а, допустим, какой-нибудь Postgres с патчем либо ставится, либо не ставится. То есть мы так боремся вот с количеством шаблонов. Вот. А второй вопрос про ресурсы. Да? То есть как запрашивают? Ну, это, наверное, для инфраструктурщика больная тема просто, потому что запрашивают всегда много, тратят много. Ага. Дискуссионный, наверное, вопрос. То есть, мне кажется, тут какой-то серебряной пули нет. То есть тут как команда договориться, как команда вообще, ну, то есть все же люди адекватные. Как мы делали? То есть есть какой-то дефолтный набор ресурсов, которые определяют дебопсы, и с которыми стартуют все сервисы. Если тебе по каким-то причинам нужно больше, там, не знаю, гигабайт оперативной памяти, ты говоришь девопсу, ну, с ним, без какого-то формализма дополнительно, ну, просто обговариваешь, что вот поэтому-поэтому. Он говорит, окей, типа прислай pull request на увеличение до 4 гигабайт, я тебя опроблю. Ну, то есть вот тут у нас лично такой подход. То есть анализа какого-то там активного нету? У девопсов, возможно, есть. Ну, я сейчас... То есть вы можете мне написать на почту, я спрошу у девопсов, как они следят. Вот автоочистка, это прям, ну, их тема, слежение, то есть, возможно, они следят. Спасибо большое. У нас еще один или два вопроса из правой секции зала, потом в центре, один вопрос, потом там. Ну, в общем, насколько успеем, ребят? Добрый день. Вот этот вот слайдик, где графики пересекаются, да? Ага. И любопытно, вот на каком количестве сервисов по опыту вот эта точка? Ага. Тоже хороший вопрос, но, наверное, тут какой-то субъективный только может быть ответ. Я так отвечу, что у нас сейчас команда из там 6-7 человек, это примерно 50 сервисов, ну, от 50 до 100 сервисов, там по-разному. Вот эта вот точка, да, пересечения, перегиб, чисто субъективно, где-то 5-6 сервисов. Уже случается такой перегиб. Всего 5-6, да? Ну, мы приходим на какой-то проект, то есть там не легоси, там не монолит, там говорят, все хорошо, у нас пикросервисы. Смотрим один микросервис, а он отвечает за там 3-4 разных бизнес-функции. Смотрим второй микросервис, а он шлет запрос в третий, потом в четвертый, потом еще раз в третий и так далее. То есть 5 мини-монолитов. Я понял. Наверное, 5-6 это из-за того, что вы натягиваете свой фреймворк. А я имел в виду, если вот есть чистая компания, да, и у нее нет каких-то уже готовых фреймворк, и что нам, допустим, проще, поднять вот такую же всю инфраструктуру, да, вот с этими шаблонизаторами, с этим 7-7, или не запариваться, ну, скажем, до 100 сервисов? Тут, смотрите, ну, опять же, субъективный ответ, мне кажется, зависит от подхода к разработке. Если, к примеру, у вас за сервис отвечает один человек, ну, или даже одна команда за один сервис, ну, то есть такая крупная нарезка сервисов, то это будет одно количество. Если, как у нас, то есть команда отвечает за количество сервисов в 10 раз больше, чем человек внутри команды, то эта точка будет явно левее. То есть если, ну, то есть 5-6 по этому подходу, ну, для маленьких команд, для больших команд, она будет немножко побольше. Ну, сложно сказать, то есть у меня нет такой выборки. Ну, да, наверное, нет просто такого опыта, потому что вы разворачиваете так. И еще один маленький вопрос. Вот я сейчас воспользуюсь своим правым человеком с микрофоном. Давайте, у нас осталось 5 минут на вопросы. Вот по одному вопросу в одни руки, пожалуйста. Я вижу, вот на втором ряду давно человек тянет руку. Вот сейчас мы ему предоставим слово. И дальше, вот в левой части зала в конце, там была рука. Привет. Спасибо за доклад. Такой вопрос хотел уточнить. Кто определяет периодизацию с точки зрения вот работы инфраструктурных команд, которые отвечают за новый функционал в шаблонах? Ну, то есть их клиенты это другие команды разработки, которые бизнес-лойку делают. Это понятно. Но каждым командам нужно что-то разное. Кто-то там новых фич, хочет шаблон, чтобы с базами работать, кто-то про доработки системы и continuous integration. Вот как вот этот вопрос решается? Есть такая практика inner source. Постараюсь кратко рассказать. То есть это попытка внести open source в рамках каких-то enterprise систем и так далее. То есть у нас в каждой команде обязательно должен быть DevOps, который работает на нужды этой команды. И то есть если конкретной команде что-то нужно, она берет и inner source в инфраструктурную. С помощью DevOps, либо с помощью бэкэндера, который просто хочет в это погружиться, ну и знает. И потом core команда, она аппрувит, либо там какие-то пожелания дает по pull request. И ну, как-то так это работает. Это понятно, что если какой-то команде нужно, она может прийти и сама законтрибьютить, но есть команда, которая же все равно это в основном поддерживает. Вот как ее бэклог приоритизируется? Ну там, наверное, все то же самое, как в любой продуктовой разработке. То есть должен быть продукт-оунер у такой инфраструктурной команды, который каким-то образом входит в поля, то есть по разным командам строит гипотезы и работает с бэклогом. Ну то есть у него же не так все просто, у него нет продукта. То есть у них такой и получается внутренний продукт-инфраструктура у вас тоже есть. Ну да, внутренний, как это называется, CASDEV. Мне кажется, какие-то такие дискуссионные вещи, где вот хочется поговорить, можно перенести в кулуары. Кажется мне, что мы на два вопроса еще успеем ответить за пару минут. Один и вот на третьем ряду в центре, да. Ребята, все, кто вот сейчас не успеет, вы приходите в кулуары, вы там с Русланом продолжите. Добрый день, Руслан. Спасибо большое за доклад. Собственно, у нас тут был вопрос от инфраструктуры, теперь маленький вопрос от безопасности. Вы упоминали, что у вас в темплейте вот этого пайплайна есть сканирование кода, сканирование образов, я полагаю. Как вы защищаетесь от так называемых supply chain attacks? То есть, когда у вас, как гарантировать того, что у нас код был неизменно, прошел всю цепочку доставки, как гарантировать то, что все проверки были выполнены и никакая проверка не была пропущена? Так, если честно, не совсем расслышал про… как мы проверяем науязвимости, да? Нет, нет, не как проверяйте науязвимости. Вот проверка науязвимости это часть DevSecOps. Есть еще такая проблема, что злоумышленник может попытаться обойти эти проверки науязвимости. И, соответственно, нам необходимо каким-то образом гарантировать, что, во-первых, все проверки были пройдены, а, во-вторых, так как обычно сканеры, ну, или там какие-то средства Devops имеют большие привилегии, они могли изменить целостность кода, целостность приложения и туда что-то внедрить, какую-то малварь. Вот, соответственно, как вы вот с этой проблемой справляетесь? Ну, естественно, автоматическая проверка науязвимости это только базовая, да, проверка безопасности. То есть там смотрим, что нету каких-то версий, пакетов, которые, ну, уже консорциумом признаны уязвимыми, что там нету, ну, сканирования кода на наличие секретов, паролей в коде. Вот. А на код-ревью у нас одним из пунктов тоже есть какая-то базовая проверка. Ну, то есть условно, что нельзя айдишку просто в параметре передать и за другого пользователя что-то сделать. То есть это уже какая-то ручная проверка. То есть это автоматикой, наверное, не закрыть. Ну, и плюс в целом, если мы, у нас система, она такая критичная, да, для безопасности, то есть вообще отдельные команды, которые занимаются пентестом, проверкой безопасности. Это, как правило, даже отдельная компания от компании-разработчиков. Ну, это уже отдельная тема, на самом деле. Я имею в виду, что вот... И дискуссию, ребята, вы продолжите в кулуарах. Да, если честно, плохо слышно, поэтому давайте там... Да, хорошо, давайте. Я обещал еще человеку задать вопрос. Знаешь что, ты успеешь его задать, чтобы Руслан выбирал лучший вопрос и твой вопрос попал. А ответит он уже в кулуарах. Дальше переключайтесь переходить туда. Да. Здравствуйте. Во-первых, большое спасибо за доклад. Я для себя что-то подчеркнул из него. Такой вопрос. Вот есть у вас шаблоны, из которых вы делаете проекты. Вы могли бы крупными мазками сказать, что там находится? Потому что там не только код, похоже, там еще что-то, какие-то кусочки. И вот связано, да, метрики, бизнес-метрики, ля-ля-ля, это там описывается? И потом как-то по планам вытягивается в графану куда-то еще? Супер. Вот в кулуарах будет жара в ответ на этот вопрос. Руслан, спасибо тебе огромное за доклад, за подробный рассказ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!